Подарков собрали на два больших фургона. Архангельский Дед Мороз собирается в путь в Луганск и Краснодон. Что ждет малышей, узнал мой коллега Аким Самедов и выяснил, кто помогал снарядить волшебников в дорогу. Еще доставлю в целости и сохранности. Отчитаюсь за каждую конфетку. Дед Мороз из Поморья ездил на Донбасс уже пять раз. Помогал не только детям, но и ветеранам. Раскроем тайну, за этой бородой скрывается Владислав Жгилев, член партии Единая Россия и Российского военно-исторического общества. Владислав Иванович сам воспитанник детского дома, поэтому считает эту миссию особенно важной. Мы вот привезли там им памперсы, лекарства, коляски инвалидные. Сладкие подарки, одних шоколадок 6 тысяч, средства гигиены, теплая одежда, даже футбольные и баскетбольные мячи. Всего в Луганск и Краснодон поедет две машины. Охранять Деда Мороза и его помощников будет фонд Рамзана Кадырова. Городской администрации, узнав о том, что Дед Мороз вновь едет на Донбасс, инициативу решили непременно поддержать. Мы не могли не откликнуться на его призыв и помочь подарками для наших соотечественников. Вся городская администрация, все сотрудники мэрии, все наши сотрудники наших школ, детских садов, наших муниципальных предприятий, учреждений, вместе с детьми, вместе с их семьями собирали многочисленные подарки. В путь дедушка отправится 14 декабря, при этом в планах успеть на праздник и к детям по море. Его ждут в детской областной и онкологической больницах, а также в детских домах. Отметим, что среди бандеролей множество подарков, которые собрали родители-воспитанников из детских садов Архангельска. Аким Саймедов, Денис Клинчевский, Регион 29. Саймедов, Денис Клинчевский, Регион 29.